Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Торговый план» на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и сегодня у нас уже 3 июля 2018 года, вторник. Начинается активная торговая фаза недели. Давайте посмотрим, что у нас на столе в плане технического анализа. Биткоин, коллеги! Биткоин вчера хорошо закрылся в плюсе, сегодня тоже пытается отрасти. 66,07, 6600 стоит сейчас один биткоин. Ну и вот эта цель 6732. Вполне себе 130 долларов, мне кажется, попробовать сегодня пройти наверх можно. Тренд есть, тренд хороший. Почему нет? Почему не попытаться на этом заработать? Давайте посмотрим, остальные валюты ведут себя так же. Эфириум также второй день наверх. Лайткоин даже поактивнее сегодня растет, чем биткоин. Эфириум классит так же. Зикэш так же. Единственное, что зикэш, смотрите, вчера подсел и сегодня подсел. А, так сказать, вероятность плюса вчера и сегодня была побольше. Сегодня он тоже процентов 80 откатил. Но будем надеяться вернется. Дэш хорошо растет и вчера и сегодня. И манера. Манера похожа вчера и сегодня на биткоин. Сегодня легкий рост у манера. Американский сорт нефти WTI, августовский контракт. Мы торгуем, коллеги. Обратите внимание, вчера был интересный день. Ушли с гэпом, как и в прошлый понедельник вниз. С гэпом ушли. Но прошлый понедельник закрылся минусом, а текущий понедельник закрылся плюсом. То есть есть основания предполагать, что мы эту недельку тоже красиво поведем наверх. Ну, уже 74,62. Уже вчерашняя отметка 74,24 пробита. Мы вчера в нее ударились, а сегодня уже даже пробили. Причем достаточно уверенно. Ну, что хочу сказать. Небольшой ретест, наверное, в моменте должен быть. А потом, наверное, двинемся наверх. Ну, во всяком случае, часовой график, что называется, внушает. Давайте, посмотрите, часовой график без коррекции. Или ждем уже коррекцию. Ну, пока нету. Пока и ждать как бы нечего. Хороший такой себе рост. Так что наблюдаем, друзья, сегодня за некими друзьями. Мне кажется, что вполне возможен рост и сегодня. Индекс доллара. Да, вчера монета показала селл, но состоялся байк. Монета вчера ошиблась. Узнаем, как сегодня она увидит. Нет. Значит, индекс доллара. Вчера вырос. Сегодня слегка снижается. Ну, наблюдаем, наблюдаем. Такая серьезная тут драма у нас, я хочу сказать. Боковик какой-то прямо наблюдается. Может, даже треугольный какой-то можно бы увидеть. При желании, да. Но, во всяком случае, внизу, пока он идет вниз, я бы наблюдал вот за этой отметочкой. За этим трендом, да. И более глубокий тренд тоже можно понаблюдать. Но давайте его уберем, чтобы он нас не смущал. На неделе, наверное, на дневном графике, да, он был у нас. Давайте посмотрим вниз. Да, на дневном графике мы его отмечали. Ну, пусть пока так и стоит. Да, индекс доллара, ну, пока вниз. И, конечно, здесь принципиально, будет он пробивать нижние границы восходящего тренда или нет. Поэтому наблюдаем. Ну, кстати, идти против этого тоже не советую. Пока, наверное, вниз можно постоять. Еврик сегодня можно вверх. Фунтик вверх. Хотя фунтик слабее. Он больше смотрит вниз. То есть, если выбирать из фунтика или еврика, брать наверх, я бы лучше лонговал еврик. Доллар иена наверх. Доллар франк слегка снижается. Доллар канадец снижается. Австралиец растет. Новозеландец в легком минусе, кстати, разнонаправленное движение. Золото слегка растет. Серебро получше растет. Ну, такое впечатление, что какой-то откат доллара сегодня может быть по общему настроению. Глобальные новости, друзья. Сегодня совершенно немного глобальных новостей. Ну, прежде всего, Дональд Трамп, президент США, запланировал встречу с Владимиром Путиным один на один в начале встречи в финской столице. Телеканал СНН отмечает, что такую же тактику глава Белого дома применила во время саммита в Сингапуре. Ну, то есть, глаза на глаз, переводчики, как бы, и все, да? Ну, почему нет, интересно. Это, мне кажется, откровенный обмен будет точками зрения. Всегда полезно, кстати говоря. Личный юрист Дональда Трампа при этом, кстати говоря, ведет себя так не очень хорошо по отношению к Трампу. Говорит, что он, во-первых, верен своей семье и своей стране, а не Трампу. Ну, и журналисты, естественно, делают здесь разные выводы. Но понятно, что для Трампа это заявление не очень хорошее. То есть, он, значит, будет что-то говорить. Далее, друзья, биткоин, значит, начинает, я вижу большую статью в CNBC, биткоин начинает вторую половину года с 12% ралли. Ну, хорошо. Это же здорово, это же здорово. Пошел пиар биткоина. Поэтому, коллеги, мне кажется, это одна из причин фундаментальных прикупить. Потому что дело хорошее, вот такую вот волну рекламы, еще и прикупить этот инструмент. Он и технически идет, и, видите, и фундаментально тоже. Далее, коллеги. Минпромторг в России оценил готовность российских предприятий к цифровизации. И вот пишет комментарий журналист, что российские промышленные предприятия, как выяснилось, пока не готовы к новым технологическим реалиям цифровизации и работе на принципах индустриального интернета. Это правда. Вот это правда пока вообще ни к чему. Просто вот тупо падают никаких обновлений, никакого изменения. Ни в IT, ни в системе работы, ни в рекламе. У меня вообще такое впечатление, честно говоря, что не удержат текущую экономику в России. Она шлепнется. Потому что люди оказались вообще удивительно, но крупные руководители совершенно не способны ни к каким переменам. Для меня вот это шок даже. Я думал, что, наоборот, чем крупнее руководитель, тем больше он видит, тем больше у него стремление к инновациям. Нет, нет. Причем беседуешь иногда с ними, они говорят, да пусть лучше рухнет, но со мной. А сейчас начну что-то новое, придет молодежь и меня заменит. Ну, слушай, ну вот это меня, конечно, шокирует. И это, друзья, с точки зрения, из опыта моего общения с крупными руководителями. 99% крупных руководителей. Поэтому тут в этой ситуации надо создавать новое, обязательно новое создавать, потому что то, что есть, оно, судя по всему, обречено. А вот новое на принципах цифровой экономики, на принципах прямых коммуникаций, на принципах рыночных подходов к принятию решений, оно сейчас, понимаете, когда все хорошо, оно никому не надо. А когда все рушится, тогда все люди начинают искать что-то новое. Кризис – это время возможностей, поэтому призываю всех этим летом не сидеть на диване, не жариться на солнце. А лето такое, ну, у нас уже последние 4 года все это, все лето на выживание, понимаете. Я считаю, что нужно искать что-то новое, создавать что-то новое. Сам активно этим занимаюсь и вас к этому призываю. Далее, коллеги, еще, а, вот, чуть не забыл, глобальная эта новость. У нас идет же Кубок Трейдеров, Питва Трейдеров за Кубок и Трейд ТВ «Жолотой мяч-2018». Даю ссылочку в чате, если кто-то случайно еще не подписался, то самое время. Жду вас среди участников. Ну, а мы давайте вместе посмотрим, как дела сейчас в моменте у действующих участников. Так, смотрим. Я сам с интересом, с огромным смотрю. Давайте даже покрупнее сделать, чтобы всем было получше видно. Значит, смотрите. Участник номер один, команда Самородова, пока минус 10% по доходности за месяц. Участник питерский, пока минус 26%. Флайн топ, где, коллеги, нет ссылочек на команду трейдеров и инвесторов, значит, люди анонимны. Поэтому меня даже не спрашивайте, кто это. Анонимный участник, флайн топ. Доходность 3% плюс работает флайн топ. Биржевик инфа пока не начал работу, потому что у него 0%. Вольный трейдер доходность 8%. Очень хорошо. Это Александр Шевенков, он озвучивал это, поэтому и мы можем повторить. Но его никнейм Вольный трейдер хорошо известен, в том числе у нас в чате. Вот. И участник 8 партизан. Доходность 39%. О, а вчера была гораздо выше. Видите как? Что значит рискованная стратегия? И, к сожалению, не всегда она успешна. Давайте даже откроем стратегию 8 партизан. Вчера мы много о ней спорили, дискутировали. Я говорил о том, что это рискованная стратегия. Никому не советую повторять. Ну и вот мы видим, что сначала первый день было падение минус 87. Вчера отбивались они партизаны на 67%, а сейчас минус 83. Ну понятно, коллеги, когда сейчас на счете осталось 66 евро отбиться, а вот от этого первоначального движения очень трудно. И предположение, кстати, о том, у некоторых коллег, что это было сделано специально, чтобы получить какие-то, так сказать, преимущества. Но вот видите как? Уже там совсем немного денег, и как на них удержаться? Я, например, вот это вообще подвиг надо какой-то интеллектуальный совершить, чтобы выжить. Поэтому, ну, конечно, желаем команде 8 партизан выжить, удержаться, и, так сказать, биться за этот кубок. Ну, остальных коллег приглашаю. Коллеги, кто еще не участвует, пожалуйста, смелее. Никто не знает, кто будет победителем. Мы вчера обсуждали, кто-то считает, что 8 партизан уже победили, кто-то считает, что, так сказать, он свои 9%, если покажет это, никого не удивит. Напомню, что вы торгуете в рамках этой битвы только для того, чтобы показать себе, своим коллегам и инвесторам, что вы делаете. Вот ваши 9%, у кого есть, ну, один из участников эту цифру приводил, вы ее покажите, и все. Это будет подтвержденный аудированный стейтмент для вас. А нам интересно тоже. Вот мне по каждому из участников интересно, что он может показать на деле. Потому что, согласитесь, то, что мы говорим о себе, как бы, ну, кто-то верит, кто-то нет. Тут у каждого свой подход. Вот, да, я верю, потому что, ну, что, если человек торгует, и зачем ему говорить неправду, кто-то не верит. А вот когда уже на сайте показано, то все, тут уже верь, не верь, вот она процентовка. И если человек говорит, я делаю 9% в месяц на большом объеме, то он и здесь сделает эти 9%. И для меня, наверное, очень интересно, кто и как реально покажет. Ну, собственно, каждый год мы этим занимаемся и смотрим. И я рад, кстати говоря, что многие из наших участников, кто говорит, что я делаю эти проценты, показывают эти проценты на самом деле, друзья. Ну, а мой секретный план, вы знаете, чтобы человек начал торговать анонимно, а на этой битве можно торговать анонимно. Так вот, чтобы человек начал торговать анонимно, вошел во вкус и начал бы выступать на Ютрейд ТВ. Это здорово, это здорово, потому что, конечно, успех Ютрейд ТВ – это прежде всего выступление самих трейдеров, обмен опытом, обмен торговыми идеями на день и так далее, и так далее. Ютрейд ТВ – это интерстрим трейдеров, а не ведущих. Спасибо, друзья, всем за то, что вы рассматриваете возможности соединения. Жду вас, конечно, в эфире. А я бросаю монету BuySell. Опа. Нефть WTI – августовский контракт. Buy. Сегодня монета видит buy. Напомню, вчера она ошиблась. 3 июля. Buy. Уже куда buy? Уже все, ну июль. С 1 августа, может, buy? Нет. Монета показывает buy. Глобальные новости. Макроэкономики, друзья. Значит, смотрите. Завтра день независимости США, но уже сегодня раннее закрытие. Их отпускают пораньше. То есть где-то с середины дня по Америке это получается. Это у нас будет в 8 вечера. То есть я сегодня советую всем, кто торгует Forex, сегодня вот E-Trade TV закрывается в 5 вечера. Закрывайтесь, потому что уже все начнут объемы падать. Завтра будет все медленно и, так сказать, скромно. А вот 5 в четверг с утра, в общем-то, все уже вернется. Поэтому сегодня до 17.00 торгуем вообще без всяких проблем. После 17.00 уже так осторожнее, друзья. Поосторожнее, потому что, ну, уже начнут они потихонечку. Ну, вернее, скажем так, объема вообще сегодня будет меньше. А с 13.00 и с 20.00 вообще все позакроется, получается. Подождите, 13.00 в Нью-Йорке, это плюс 7.00, да, 20.00 в Москве, чтобы вас не ошиблись, чтобы вы не ошиблись. Но просто закрываться прямо в 20, когда они уже все закрылись и ушли, это опасное занятие, друзья. Это лучше фиксируйтесь до 20.00, чем раньше, тем лучше. Далее, коллеги. В 7.30 сегодня прошла ставка по астралийцу. Было полтора, осталось полтора. Ну, каждый сделает свои выводы из этого. Через 44 минуты протокол заседания комитета Банка Англии по финансовой политике могут что-то качнуть какими-то заявлениями рынок. Ничего больше особого я сегодня пока, во всяком случае, не вижу, кроме недельных запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти, API в 23.30. Достаточно спокойный, тем более праздничный день для Америки. Ну, понятно, что он отражается на всем мире. Подводим итоги, коллеги. Ну что, на мой взгляд, из того, что я вижу, нефть наверх – центральная идея. Индекс доллара сегодня хочет скорректироваться. Это понятно. Пока нет драйвера наверх. Ну что, идем по индексу доллара. Поэтому, кто верит в евро – покупайте евро. Кто верит в золото – покупайте золото. Я думаю, что этим можно позаниматься. Ну, а биткоин, конечно, это отдельная тема, друзья. И его надо рассматривать совершенно отдельно. На мой взгляд, после того тренда, который мы видим в последние дни, вполне, вполне, во всяком случае, 130 долларов наверх еще до отметки 6726. У меня такая вот отметочка есть. Вполне, на мой взгляд, можно себе постоять. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.